В одном заседании районной думы депутаты обсудили исполнение бюджета. Что порадовало, что вызвало наиболее острые дискуссии законодателей, узнаем из репортажа Татьяны Репиной. То, что мы там не реагируем, знаете, зачастую тоже не нашим. Но мы это не знаем, не ходим. Давайте честно спрашивать. Но если приходит начальник управления финансов, отчитывается, задаем вопрос, а она не знает ответов. Нет, цифра разная. И ни одного, нет, она знает. Нет, она знает, свои не знает. Эти жаркие споры на заседании думы вызвала главным образом одна конкретная цифра из представленного администрации отчета об исполнении бюджета района за 2013 год. И не использовано бюджетное десернование и в целом 63 миллиона. Вот на это обратить внимание хотелось бы, чтобы, значит, все было, как сказать, в соответствии с планом. Неосвоение прошло в основном по объектам жилищно-коммунального комплекса. Одной из основных причин представители администрации назвали недобросовестность подрядчиков, не выполняющих условия муниципальных контрактов по срокам и качеству. В результате нет проплаты, средства не используются, а самое главное, не выполняются запланированные объемы работы. Так получилось, например, с контрактом по ремонту дорог Гошки-Шарупина в Бурмакине и Грешнево-Лесной ручей в Заволжье, где подрядчиком выступала компания «Рославские газоны». Исполнителем был Горяченков. Выиграл контракт, аукцион с большим падением. Контракты не исполнил. То есть ремонт дорог не произвел. Тянул до последнего. В связи с этим у нас получилось неисполнение. На портачили горе-подрядчики с ремонтом районного дома культуры. Более чем на полгода затянулись сроки сдачи участка газификации в поселке Бурмакина. Все это также привело к неосвоению бюджетных денег. Вопросы у депутата возникли и по неэффективному. Менее чем наполовину использованию инвестиций по развитию физкультуры и спорта. Физическая культура идет исполнение 47,22. Такой низкий процент исполнения идет из-за того, что у нас планировались поскостные сооружения при площадке. Но они перешли финансирование и строительство на этот год. Средства, кстати, на следующий день все поступили в полном объеме на 4 миллиона 7. То есть они в этом году будут построены. Депутаты, отчасти приняв доводы администрации, все же указали и на недостаточный контроль со стороны чиновников за освоением бюджетных денег. Спрос тех же подрядчиков должен быть более жестким. Позиция власти активней. С учетом этих пожеланий Дума приняла решение по исполнению бюджета района за 2013 год. Закончилась очередная Дома Некрасского муниципального района, на которой были рассмотрены финансовый отчет по исполнению бюджета. В соответствии с этим были рассмотрены итоги работы администрации. Радует то, что депутаты отнеслись к этому очень неравнодушно, конструктивно. Дома была очень активная, все заинтересованы. Конечно, пришлось давать очень много пояснений в том, что было сделано. И не все, нужно сказать, удалось сделать в этом году то, что планировали. На сегодняшний день принимаются все меры, чтобы завершить объекты, которые начали мы делать. Это наш коллектор, это станция водоочистки, это газификация, продолжение газификации и проектирование газификации по Бурмакинской стороне, Никольская, Сахариш и ближайшие деревни. Что мы сегодня и пытаемся реализовать.